уважаемые подписчики коллеги друзья всем привет я уже в питере сегодня 4 декабря приехал я неделю назад ровно получается какого 29 по моему брян тоже в пятницу общем дорогу не снимал потому что смысла особого не видел все то же самое что я туда ехал только я говорю чуть-чуть маршрут был изменен я пошел с омска на тюмень и верхом екатеринбург перм киров с кирова пошел на кострому ярославль волок да череповец питер вот этот кусочек с кирова получается кострома ярославль волок да мне андрей голодь подсказал спасибо ему огромное привет кстати шикарная дорога отличная там вообще просто 130 140 150 поливал машин мало асфальт новый ну а с холода уже на питер сюда отдыхаю сижу доехал хорошо без происшествий меня за весь маршрут никто нигде ни разу не остановил вот я сейчас тут сказать пивасик разливушечку нефильтрованная пью закусываю байкальским омулем холодного копчения рыбово я после омуля уже другую рыбу никакую не признаю о чем поговорить хотел многие мне задавали вопросы расскажи как работать на вахте на северах что это вообще такое я вам скажу так я первый раз вот такую жалобу что-то сказать сверх естественное вряд ли смогу для этого наверно надо вам зайти будет на канал коляна 86 он по-моему три или сколько или 5 лет работал на северах конкретно не вылезая оттуда что я могу сказать работа специфическая во первых сразу хочу отметить то что я жил у тестя этот городок где работал болей 320 километров от четы дам у меня те живет у меня жена оттуда поэтому жил я можно сказать дома в своем доме да не в вагончиках не в общежитии плюс жена сыном со мной там были я туда уехал они через месяц прилетели и соответственно обратно они улетели а через две недели я уехал то есть основную часть времени они были со мной поэтому вот как сказать так семейные ценности они были все при мне ну а вообще что по этой работе могу сказать буду тут одновременно рыбку разделывать уж извините что могу сказать по этой работе тут зависит все от организации где какая оплата тарификация за что платить при соответственно ну первоочередно при принятии решений стоит ли ехать на вахту куда-то на север надо узнать оплата какая труда идет за себя могу сказать но я цифру не буду говорить конкретно которые заработал за полгода могу сказать так я заработал ну прилично больше чем бы я за этот же промежуток заработал в питере потому что там идет не только вот зарплата окладная часть по окончании сезона идет и премия плюс там отпускные идут плюс еще некоторые есть нюансы за что-то денежки получаешь везде в каждой конторе это по-разному я работал получается у меня как вы знаете там было две машины основных моих это шляховоз вот синий камаз на котором я работал золото содержащие шляхи возил буровикам воду и вторая машина у меня была тут оранжевый камаз наливник бензовод на котором я с нефтебазы на базу топлива таскал также периодически меня на и веку на топливозаправщик сажали я вот фактически на трех машинах работал пытаюсь меня там еще даже как-то на и веку на трал привлечь потому что водитель уволился с этой темы соскочил уже так посчитал то что по хребтам по 45 50 тонн водить мне не очень хотелось и соответственно складывая цепочку что я на трех машинах был у нас ложилась и зарплата соответствующей премия остальные все выплаты и бонусы опять же повторюсь что я жил не в вагончиках дома вся может стать как на работу ходил единственно что каждый день без выходных я проработал полгода у меня в месяц было два выходных на эти два выходных мы с женой и сыном в чету уезжали ну просто там погулять посидеть где-нибудь отдохнуть потому что вот эти места золото добычи нефти добычи какой-то там нефтегазовые отрасли угольные разрезы ну все 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 вот это куда люди ездят работать на вахту они как правило расположены в такой глуши что там ни цивилизации ничего нет я вот работал у меня карьера они были в городе то есть не в степях не в тайге нигде то есть вот этот в городе смысле городок где жил это в этом городке не медицины не дорог не автосервисов никаких то никакой вообще сферы услуг связь где-то ловит где-то не ловит то есть ну цивилизации вообще никакой конечно вот это морально тяжело не физически физически-то черты кошка как как и здесь каждый день работу да вот морально то что ты вот емае в такой глуши конечно первое время там с ума сходил потом-то под привык вот часто когда домой приехал я уже сколько неделю дома на вот отдыхают рыбку им пиво пью где-то погулять выйду так надо быть готовым к этому второе даже не второй будет а первой как игру по оплате да прежде чем ехать я поехал по знакомству поэтому я вопрос оплаты не переживал на если вы слепую едете поговорите с людьми кто работает в конторе почитайте где-то отзывы в интернете на форумах что за компания вообще в наши бывали случаи не раз то что люди поехали а потом женам звонят чтоб тебе им деньги на обратный билет выслали кидалов это никто не отменял извиняюсь тут косточки с этого омуля стоит ли ехать куда-то на вахту тут дело сугубо лично каждого да но опять же говорю что он как я считаю если молодой после армии после института да там 20 22 24 года до не женат и без детей если вариант проверенный я думаю ехать можно заработать себе на машину на хорошую участвовать и занимать продажи хендая своего вот этого старокса и покупкой другого автомобиля как раз потому что старок собрал чисто под поездку за байкалья к заработать на какой-то первоначальный взнос на квартиру на ипотеку либо на квартиру в целом на какие-то еще нужды игру вот так три четыре пять лет поездить пока молодой можно но опять же горы если это проверенный вариант если вы уверены что вас там не кинуто заплатят хорошую сумму опять же что такое понятие вахта это я просто сейчас говорю в общем вахта вахта это что это месяц отработал месяц дома два месяца отработал месяц дома и вот тут то надо считать например человека там предлагаю человеку предлагают на вахту да там 150 тысяч обещают условно возьмем от этой цифры да если это вахта месяц через месяц то вы делите эти 150 на 2 потому что вы второй месяц там дома будете сидеть вам платить за это не будут соответственно по 75 и тут уже прикиньте 75 в вашем городе вы сможете заработать за месяц или нет принципе питер москва тут это реально до регионы типа там смоленск брянск там томск какой-нибудь благовещенск вот эти наши там по нашей стране города новгород псков уже не факт поэтому оттуда смысл конечно есть да опять же игры следы в молодой и без семьи можно вот как у нас сразу на как я на сезон уехать то есть вот сезон промывочный в забайкале вот с апреля с 1 апреля по конец октября начало ноября вот 7 месяцев на 7 месяцев смысл поехать есть как я съездил да но если ехать туда месяц через месяц уже смысла нету два раза меньше зарабатывать вот этот нюанс когда ты уже женат с детьми ну тут уже игру со мной жена с ребенком есть один бы я бы уже не не знаю поехал бы я или нет в понятное дело когда нам прижмет то что есть нечего за квартиру платить нечем поедешь но без семьи не хотелось бы далеко уезжать вообще все вот эти вот поездки на вахты на сезонные работы на севера конечно тут основной решающий в этом вопрос составляет финансовая составляющая надо ли это выгодно ли это все вот это прежде чем ехать надо просчитать сколько там обещают заплатите заплатят ли сколько ты можешь у себя заработать и стоит ли оно того если вот это вот рамка в два раза я считаю перевысят то есть например вот у себя в городе заработаете там 500 тысяч а на северах за сезон миллион но я думаю конечно съездить можно но опять же посоветовавшись там женой как она к этому отнесется потому что это первый момент до 2 то что условия проживания будут еще какие там ну что как правило вот я смотрю там у нас кто вагончиков жили но не с деревень вообще там считать человеку до деревни 30 километров он домой не ездит он в вагончиках живет и говорю а что ты домой ты не езжу как так 30 километров далеко они там так привыкли это мы тут в питере можем 40 50 километров в одну сторону на работу ехать я вот живу в шушарах славянки здесь да работу например на парнасе 60 километров в одну сторону пожалуйста с утра туда вечером назад нормально а там вот видите они 30 километров уже в вагончике я там в этой конторе был единственный приезжий так то там все местные работали ну вот у местных на карьерной технике график 555 5 день 5 в ночь 5 выходных на сумасвалах экскаваторах бульдозерах на вахтовке на участках кто-то там работает на приборах сварщики вот такие вот такой весь персонал вспомогательные машины того манипуляторы тралы что еще у нас там было так мастерская вот на ходу которая там астана кайоса подъемные краны они шесть через один водители работают один выходного вот так вот у шлиховоза и бензовоза каждый день работа но оно и понятно потому что золото надо каждый день снимать и технику надо каждый день заправлять но для местных этот график 555 очень там хороший вы же если приедет у вас региона на вахту вам это в принципе как мне было бы невыгодно смысл пять дней сидеть не работать опять же вот еще такой момент но это как конкретно меня коснулось надо сразу прощупывать почву какие у вас отношения с механиком будут у меня с механиком отношения с первого дня не заладились там не знаю почему может потому что я не местная приезжий я говорю единственный приезжий был может потому что я поступил на работу напрямую через директора не не проходя его может еще что там ну как бы вот работать в контракт со своим скажем так непосредственным начальником это тоже не есть хорошо постоянно это нервотрепка на хер не нужно опять же узнавайте такие нюансы как как обслуживается техника сами сами или если саря потому что я вот работал вы виде у нас слесарей нет был моторист был агрегатчик был электрик все один человек один по каждой а также все ремонты ну водители выполняли водители бульдозеристы экскаваторщики то есть технику они все сами обслуживали шиномонтаж какой вы видели у нас на кувалда монтировки монтажки и пошел вот эти нюансы обслуживание обеспечения техники питание вот немаловажный вопрос в артелях в угольных разрезах везде вот какое питание сколько раз высчитывают или не высчитывают то есть из-за питания высчитывают сразу узнать какую сумму потому что эта сумма может достигать чуть ли не 3 вашей зарплаты тогда соответственно ехать смысла нету кошки бегают мои у нас вот я работал вычитали 42 рубля за обед и 42 рубля за полник то есть 84 рубля в сутки такая сумма на там 2 400 в месяц получается не критичный но я все равно там не обедал не полничал потому что ну не нравилось мне скажем так я либо с собой брал либо домой ездил а у кого-то например а и у нас вы читали как ты приходишь на обед наполнен записываешься в ведомость допустим нам 5 раз пообедал вот 42 рубля умножить на 5 там 200 с копейками получается тебя вычли а есть же какие организации где там неважно хочет и на обед на ужин не ходишь тебя в любом случае будут вычитать и уже там уж не 42 рубля там а 200 рублей за один прием пищи да и тогда там уже сумма за месяц-то кругленькая вытечет там 6000 за обед 6 тысяч за ужин в такие организации я считаю ехать работать не нужно ну вот вроде бы как и все ну что надо узнавать все нюансы по расчету тогда как происходит вообще расчет я работал у меня была система авансирования я каждый месяц получал два раза по 15 тысяч то есть месяц 30 всю остальную зарплату я окончательно расчет получил в конце сезона также в конце сезона я получил отпускные бонусные части доплаты и уже когда я в питер приехал через несколько дней мне уже на карту еще и премия прилетела все эти нюансы надо узнавать чтобы не получилось скажем того же кидалова или каких-то непоняток ну вроде так вот все то есть игре основные моменты если вы думаете ехать вам или не ехать это первое сразу оплата и почитать отзывы форумы про компанию поговорить в идеале с людьми которые работают платят не кидают ли сколько платят за что платить за что вычитают таблицу штрафов там например покурил неположенном месте там норму не выполнил еще что-то второе там условия проживания третье питание и четвертое порядок окончательного расчета ну и соответственно узнать я говорю вот условия работа обслуживания техники если слесаря ремонтные бригады либо ты сам там этот экскаватор бульдозер будешь в карьере в глине когда у тебя гусеница там слетит у нас техника катерпиллеры были карьерная нас соответственно то вот этого дилерство восточной техники она основное основная головной офис новосибирске вот в чате представительство было вот у нас с ними договор был они у нас на базе жили у них вагончик свой был они же и обслуживали но это карьерную до соответственно камаза урал и сами водители ну и соответственно говорю подумать стоит ли вообще ехать потому что сейчас не везде на северах там космические зарплаты по 200 300 тысяч есть такое то что я говорю вам предлагаю зарплату 100 тысяч и режим работы в актовый метод например месяц на месяц то есть тот же водитель самосвала например обычного в итоге ты получаешь 100 тысяч на два месяца то есть на месяц полтильник так полтильник вы себя в городе заработаете тогда считаю смысла нет уехать на сон там предлагать 200 да и не обязательно месяц на месяц потому что на весь сезон ехать или там три месяца через месяц туда конечно же смысл есть поехать даже на те же три месяца раз 600 привез хотя первоначальный взнос на ипотеку еще на три месяца съездил еще шестьсот привез вот это машину купил отталкивайтесь от этого ну а я сейчас в питере в поисках работы сразу же отвечаю тем кто у меня спрашивал будут буду ли я возвращаться на старое место отвечаю нет не буду потому что общаюсь с парнями с августа людям не платят зарплату не знаю что случилось что произошло он должен не платит вот сегодня у нас 4 декабря и людям еще за август не до конца заплатили соответственно я в такую контору возвращаться не хочу хоть меня там и зазывают они купили 15 актерсов новых не таких вот на которым я работал вот эти 5 по моему 5 поколения как камаза вот эти вот новые сейчас к 5 по моему 54 901 вроде там с холодильниками с дисплеями вот приходи говорят новый актер сдадим игру на херни ваш новый актерс если вы денег не платите кто там говорит что-то вы ебываешься вы водитель бензовозов с бочки неплохо имеете я отвечу так сколько я имею с бочки имею ли вообще сколько любой водитель бензовоза имеет с бочки и имеет ли вообще и как он это имеет это его личное дело и больше ничего зарплата есть зарплата если нет уж откровенно говорить сегодня с бочки ты имеешь завтра нет завтра лавочку прикрыли поэтому нужна всегда зарплата вот поэтому я пока в поиске вот предлагали мне тут одно место только не по газпрому а по neste по заправкам тоже но я отказался по той причине что во первых мне не понравился график сутки через двое три водителя на одной машине то есть это будет не машина это будет проходной двор маны у них там второе за эти сутки надо вывести триазы ские все по городу по питеру я не люблю такую работу тупо по городу мне нужно какая-то разнообразие по географии там вот новгородская псковская области там карелия ленинградская область что-то где-то по городу тупо по городу я не хочу поэтому этот вариант я пока отодвинул сторону жду что-то более подходящее ну вот такие вот дела пока что если у кого-то остались какие-то вопросы задавайте постараюсь ответить у меня еще там одно или даже два видео с забайкали остались я их после этого видео скину так что у него ну не пугайтесь что он не с таким запозданием будут ну все сейчас я в питере все нормально пишите все всем удачи всего хорошего пока пока